Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Группировка сил продолжает работу по тушению лесного пожара в Тибердинском национальном парке. Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 3,9 гектаров. Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России произведено 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны. На месте продолжает работу группировка сил и средств от Единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации 132 человека, 34 единицы техники. От МЧС России 34 человека, 9 единицы техники. Напомним, что в ближайшие дни в северных и южных районах Карачаева Черкесской республики местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса в большинстве районов. Сегодня в Карачаевске почтили память генерал-полковника Салтана Кюкезовича Магометова. Он был не просто хорошим военачальником и искусным военным дипломатом и наставником для многих молодых людей, выбравших себе профессию служения Родине. На памятном мероприятии побывал и наш корреспондент Артур Ахмад Халкечев. Салтан Кюкезович Магометов – один из немногих военачальников нашей страны, кто прошел непростой путь от обычного солдата до самых высших воинских чинов. В запас ушел в звание генерал-полковника. Но и на заслуженном отдыхе он оставался в строю, посвятив свой огромный и бесценный опыт делу военно-патрического воспитания молодежи. Ровно 34 года назад, в последний день августа 1989 года, именно здесь, на территории музейного комплекса, с защитником перевалов Кавказа, во время выступления на митинге ветеранов войны в Афганистане, перестало биться сердце султана Кюкезовича. Он ушел, но оставил для нас свой образ, светлую память. Он ассоциируется навсегда с тем героическим народом, карачаевским народом, который дал нам это имя, прославившее далеко за пределами наш горный уголок. Имя, которое стоит наряду с другими прославленными полководцами в числе лучших, лучших военачальников нашей страны. Султан Кюкезович прошел четыре войны. Финскую, Великую Отечественную, Сирийскую и Афганскую. Выступавшие на собрании единодушно отмечали, что судьба генерала Магометова – самый настоящий пример для подрастающей молодежи. Для нас ветеран Афганистана Султан Кюкезович Магометович – это, во-первых, наш лидер. Его жизненный путь для нас – это подвиг, пройдя четыре войны, пройдя много испытаний. Вот ранее сегодня было сказано выступающими, что он своими действиями сохранил много жизней советских солдат и офицеров. Более сорока лет родного пути Султана Кюкезовича был оценен не только его отечеством. Он награжден десятью орденами и шестнадцатью медалями Советского Союза. А еще в числе наград легендарного генерал-полковника немало было и от правительств зарубежных стран. Это военные ордена и медали Сирии, Польши и Монголии. В общей сложности у него было свыше сорока правительственных наград иностранных государств. Был очень требовательный, честный. Благодаря им мы выросли такими, какими есть. Был авторитет, и сегодня он авторитет для нас всех. Подражаем ему, ведем себя как он, но его нет, мы остались. По завершению памятного собрания в поселке Орженикизовский участники мемориального мероприятия выехали в Карачаевск, чтобы посетить могилу генерала. Участников возложения от имени руководства Карачаевского городского округа поприветствовал заместитель мэра Азрет Караев. После возложения цветов собравшиеся почтили его память минутой молчания и совершили обряд дуа. В преддверии Дня знаний глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов принял участие в акции «Спасибо учителю», который проводит Министерство просвещения России в рамках года педагога и наставника. Он выразил слова благодарности представителям одной из самых важных и благородных профессий – учителям. Педагог всегда звучит гордо, его высокая миссия – не просто учить просвещать, но и воспитывать. У каждого из нас свои воспоминания о школе, о первых отметках, о любимых занятиях и, конечно же, об учителях. О тех уважаемых людях, которые оставили след в нашем сердце, образы которых сопровождают нас на протяжении всей жизни. Всегда с теплотой вспоминаю своих учителей, которые открыли мне дорогу в мир новых знаний и необычных впечатлений. Помню свой урок, первый учебник, парту, за который я познакомился со своим первым школьным другом и первую оценку. Только вступив во вторую свою жизнь, осознаешь, какой неоценимый вклад вносят педагоги в развитие воспитания многих поколений. Дорогие учителя, наставники и педагоги, спасибо за вашу отвагу, готовность жертвовать собой и не жалеть сил ради учеников, способность дарить знания и вкладывать душу в свое дело. В республике продолжается активная работа по пополнению и обновлению школьного библиотечного фонда. Из средств республиканского бюджета по единому образовательному стандарту к началу нового учебного года все школы республики получат более 200 тысяч экземпляров учебников. Руководство Карачаево-Черкесии не забывает и про ребят из Старобельского района ЛНР. В рамках шефской помощи передано 1648 экземпляров необходимых учебников для истории и для учеников 10-11 классов. Сейчас перед властями стоит очень важная задача по созданию условий, в которых каждый ребенок будет иметь все необходимые ресурсы для получения качественного образования. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok Я Олег Жидяев. 15 лет представляю ваши интересы в Народном собрании Карачаево-Черкесской Республики. Я знаю, как писать законы, которые будут работать для людей. Я знаю, как заставить власти и власти. Исполнять эти законы. 10 сентября. Приходите на участки. Сделайте свой правильный выбор. Будущее за вами. Детям России лучшее образование в мире. Мы предлагаем отменить ЕГЭ и ОГЭ в школах. Повысить заработные платы учителям и воспитателям детских садов. Принимать на бесплатной основе студентов в технические вузы России на на конкурсной основе. 10 сентября. Приходите на избирательные участки и сделайте свой правильный выбор. Стране нужны творчество и развитие, а не репрессии и застой. Мы за безусловную ценность человеческой жизни. Поэтому мы выбираем мир. Порой кажется, что впереди нет просвета. Но самый темный час именно перед рассветом. Вам говорят, что выбора нет, а выбор есть. И если вы гражданин своей страны, сделайте такой выбор. Голос за яблоко – это голос за мир и свободу. Добрый день. Меня зовут Султан Узденов. Я являюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы от Карачаева-Черкесии. Я считаю важным обеспечить активное участие молодежи в социально значимых делах. Новые рабочие места и способы самореализации для молодежи именно в родном регионе позволят им внести свой вклад в разные сферы общественной жизни. Мы также придаем огромное значение патриотическому воспитанию и уважению к старшему поколению. Их мудрость делает нас теми, кто мы есть. Уважаемые земляки! В трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. Вместе мы победим! Субтитры создавал DimaTorzok